Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Вернулись живыми и здоровыми. Бойцы Росгвардии прибыли на малую родину, выполнив с честью и достоинством воинский долг в спецоперации на территории Украины. На границе Карачаева-Черкесии их первыми встретила наша съемочная группа. Сейчас мы стоим на границе Карачаева-Черкесии Ставропольского края. Ждем бойцов Росгвардии с минуты на минуту, но больше всех их ждут, конечно, родные и близкие. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с какими ожиданиями вы сейчас здесь стоите? Ой, мы ожидания. Ждем уже пятый месяц. Слава Богу, что наши все мальчики возвращаются. Мы очень-очень рады. Родные и близкие. Друзья бойцов ОМОН и СОБРа Карачаева-Черкесии с раннего утра уже стояли на границе, предвкушая долгожданную встречу под аккомпанемент патриотических песен. Маленький Рома встречает папу не только с младшим братом и мамой. Мы пришли встречать с попугачком нашего любимого папу. Соскучились? Да. И вот вдалеке, в полуденном Мареве раскаленной трассы, показалась автоколонна. Буквально десятки метров до родной республики. Громкая ура и развивающиеся на ветру флаги, встречают солдат Росгвардии. Всю дорогу от границы до главного управления сигналы автомашин оглашали приезд долгожданных бойцов. Встречные водители отвечали им тоже, нажимая клаксон до упора. И вот уже открываются ворота в управление, и вся автоколонна заезжает в родные пенаты. Четким строем росгвардейцы направляются на плац. Здесь их уже ожидают глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, руководитель территориального органа Андрей Пархоменко, ветераны Росгвардии. Глава в своем выступлении отметил неоценимую помощь бойцов Росгвардии Карачаева-Черкесии по обеспечению безопасности нашей Родины, поблагодарил командование и всех сотрудников за проявленное мужество и отвагу в спецоперации на Украине, а также семи защитников за их поддержку. Для меня большая честь сегодня находиться рядом с вами и приветствовать живыми и здоровыми на родной земле. Я очень рад, что все бойцы управления Росгвардии по Карачаева-Черкесии достойно и профессионально выполнили поставленные боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. И самое главное, в полном составе без потерь вернулись домой своим семьям, родным и близким, которые, уверен, каждую минуту мы с вами были с вами, переживали и тревожились за вас. Знаю, насколько мужественно и профессионально вы защитили людей в Донбассе от жестокости националистических формирований. Я поздравляю вас с победой. Я не оговорился. Главная победа, которую вы одержали, это победа над собой. Я знаю, сколько пришлось выдержать, вытерпать, вынести. А лозунг спецназа все знаете. Победишь себя и будешь непобедимым. Дорогие ребята, вы непобедимы. Считаю, что поставленная задача верховным главнокомандующим вами выполнена. За это вам огромное спасибо. Но не надо забывать, что у нас ждут еще путни, и задачи на местах тоже нужно выполнять. Я считаю необходимым поддерживать боевую готовность, дисциплину и служить Родине в дальнейшем. Момент встречи бойцов и родных оказался самым эмоциональным. Родные военнослужащих рыдали на груди своих защитников. Слезы, которые невозможно сдержать. На руках, буквально несколько минут назад державших автомат, сейчас убаюкивается малыш. Его еще не было, когда папа уезжал выполнять свой долг – защищать мирных жителей. Таких же малышей, матерей, бабушек. И вот сегодня наградой для бойцов стала эта встреча с родными после опасной командировки. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Добрая традиция в праздновании Дня России не нарушена. Во Дворце культуры Черкеска глава Республики Рашид Тимрезов провел торжественную церемонию вручения почетных званий жителям Карачаева Черкесии и паспортов юным гражданам России. Альбина Ламкова продолжит тему. Один из главных государственных праздников страны – День России – стал особым для всех присутствующих зала Дворца культуры Черкеска. Из рук главы Карачаева Черкесии в торжественной обстановке видным деятелям региона, которые внесли свой вклад в развитие республики и страны, вручили государственные награды и почетные звания. Рашид Тимрезов подчеркнул, что этот государственный праздник олицетворяет многовековой, порой непростой исторический путь развития нашего государства, в котором каждый из нас является частью большого и великого целого Российской Федерации. Сегодня в свете происходящих событий на международной арене, когда понятие патриотизм наполняется новым смыслом, этот праздник имеет особенную важность, напоминая нам о единстве наших народов, о преодоленных трудностях во благо нашей Родины и, конечно, об ответственности за будущее нашей великой страны. Всего награжденных 26 человек. Орденом за заслуги перед Карачаева Черкесия отметили ветерана системы высшего образования Зою Хубиеву. Карачаева Черкесия вступила в свой большой период жизни. Она прошла большую дорогу. Были много и радости, и огорчения, однако мы преодолели. Орден за заслуги перед Карачаева Черкесией получил и ветеран промышленности республики Джошарбек Капушев. Это особый статус, признание заслуг и высокая оценка работы, отметил он. Карачаева Черкесия должна быть самой лучшей республикой на Северном Кавказе. На сегодня я считаю, что наиболее стабильная, спокойная, безопасная ситуация в нашей республике. Это благодаря каждодневной такой напряженной работе руководства республики. В этом деле каждый житель Карачаева Черкесии должен найти свое место и словом, и делом, пусть кто-то пенсионер, кто-то активный дружинник, но делать так, чтобы в нашей прекрасной Карачаевой Черкесии всем ее жителям было тепло и уютно. В этом же зале юные граждане Российской Федерации, 12 школьников республики, получили главный документ – паспорт. Глава Карачаева Черкесии обратился к молодежи с теплыми словами на путствие. Абсолютно убежден, что вы своим старанием, терпением иногда где-то, своим стремлением получить самое классное образование, стать классными специалистами, вы обязательно внесете. Еще больше, чем внесли мы, старшее поколение, в развитии нашей республики и, конечно же, в развитии нашей большой родины. Сегодня я получила паспорт из рук главы Карачаева Черкесии Рашиды Тимрезова. Для меня это очень радостный день. Яркая концертная программа стала заключительной частью торжественной церемонии. Гордость России, лучшие сутки. Я где верят, без потруданий, где планы, до небес. Весь родился, но я счастлив, честный день. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева Черкесия. В праздничные дни принято дарить подарки. Вот и на этот раз в День России молодежь Карачаева Черкесии получила в пользование новый Центр инновационного творчества. Открытие самого масштабного в стране сооружения подобного типа площадью 750 квадратных метров состоялось при участии главы республики Рашида Тимрезова. Подробнее Артур Мхце. Перед запуском нового образовательного сооружения глава республики Рашид Тимрезов отдал дань уважения защитникам Родины, павшим во время Великой Отечественной войны. С 12 июня нынешнего года на территории зелёной зоны в центре Черкесии появилось ещё одно сооружение, которое без сомнения получит статус Центра притяжения. Это у нас такое пространство, где молодежь и предприниматель может быть. Бесплатно получить место для размещения, это его собственная работа. Здесь они могут заниматься с этими гулами. Идея создания в Черкесске Центра инновационного творчества для молодёжи воплотилась в реальный проект в 2020-м. А уже на следующий год в центральной части города началось строительство трёхэтажного здания. Именно здесь теперь размещены новейшие технологии, позволяющие воплощать многие инженерные задумки, функциональные прототипы. В том числе об этом говорилось во время презентации, зрителями которой стали глава республики и молодёжные активисты. На экране зрителям было продемонстрировано видео, отснятое и смонтированное в стиле лучших студий, занимающихся изготовлением промо-роликов, авторы показанного – жители Карачао-Черкесии. На подобных практических опытах в различных сферах и будет строиться процесс обучения молодых специалистов. «Ваше желание, ваше стремление сегодня идти в новую предпринимательство, развиваться, саморазвиваться – это, конечно, очень дорого стоит. Поверьте мне, я считаю, что это одно из самых основных направлений, которое власть должна поддерживать». Ребята задавали интересующие их вопросы. Глава региона подробно отвечал на каждый. В свою очередь Рашид Тимризов попросил молодежь придумать название для открывшегося центра, поскольку «Смит» звучит несколько непривычно для русского языка. День России, начавшийся со столь нужного для молодежи Карачао-Черкесии подарка, обещал и дальше немало интересного, красочного, что и подтвердили следующие мероприятия. Глава региона на мира, и с именем горды твоим районам. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный с переходом днем на северо-западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 20-25 градусов тепла, и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременные дожди и гроза, ветер восточный с переходом днем на северо-западный 6-11, температура ночью 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория «Зарплесс». Конно-спортивные состязания с участием более 70 наездников провели в Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня России и Столетия Республики. Какие призы были разыграны и кто стал обладателем самого главного, расскажет Харча Биджиев. Один из самых интересных видов спорта – скачки. Именно конно-спортивными соревнованиями отметили День России на территории Республиканского ипподрома. Было проведено 6 заездов, 5 из которых на лошадях чистокровной английской верховой породы и один заезд на рысаках и на охотцах. Дистанции заездов разные – от 1,5 до 3,5 тысяч метров. Призовой фонд – от 100 до 250 тысяч рублей. На кону главный трофей – от Рашида Тимрезова – миллион рублей. Благодаря Рашиду Параспевичу, главе Карачаево-Черкесской республики, мы проводим это мероприятие. Приз, кубок, денежное вознаграждение и сертификат. Действительно, это тот праздник, который объединяет народы не только нашей республики, но и всей страны. Все шесть заездов были приурочены к определенным знаменательным датам. Первый – ко Дню России на дистанцию 1200 метров. Победителем стал жакей Ильяс Буздов на лошади «Мисс Кэпитал». Заезд в честь защитников Отечества на расстояние 1400 метров принес победу Иналю Хакунову и его кобыли Шаи. Приз к 65-летию возрождения карачаевского народа выиграл биотоп под управлением Далима Биджиева. В заезде, приуроченному к столетию Карачаевой Черкесии на дистанции 1600 метров, лидировал Руслан Семенов с Атирфом. Ну а главный приз на расстоянии 2000 метров достался опять же Руслану Семенову, но уже с другой лошадью по кличке Золотоискатель. А в честь дружбы народов на дистанции 3600 метров всех обошел маэстро со всадником Далимом Биджиевым. Ощущения, конечно, хорошие, радостные. И вообще с удовольствием мне даже не ожидал, что вот так легко выиграем. Приятным дополнением к мероприятию стала концертная программа с участием артистов республики. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаево-Черкесия. Джигутинский район. Завтра с 10 часов в связи с ремонтными работами будет ограничена подача воды на некоторые участки Черкеска, в том числе и в городскую больницу, села Псыш и Дружба. Это все Вести на сегодня, а сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова